Разрушили, отстроим? Кто заплатит за реконструкцию Донбасса и что случится с экономикой России после? Смотрите прямо сейчас. В российских СМИ появилась статья за подписью замглавы администрации Путина Сергея Кириенко о том, что разрушенный Донбасс будут восстанавливать цену снижения уровня жизни россиян. Материал вызвал шквал возмущения и его вскоре удалили, ссылаясь на хакерскую атаку. Но электронные архивы не горят. По данным валютного фонда, за год предвидится дефицит в размере 4% ВНП. Ну, это, конечно, Россия может пережить, но дело в том, что здесь много неизвестных. Во-первых, влияние западных санкций во втором полугодии можно предвидеть существенное ослабление государственного бюджета. Это не исключает, конечно, в тоталитарном государстве, что могут заставить людей мириться с этим сценарием. В условиях полномасштабного вторжения у Кремля пропала нужда в имитационной государственности ЛДНР и сложных схемах. Российское присутствие на Донбассе стало открытым. А вместо подозрительных банков из Южной Осетии на неподконтрольной Украине части Донбасса официально начал работу российский промсвязьбанк, который находится под западными санкциями и уже открыл свои филиалы в аннексированном Крыму. Ну, это показатель того, что, видимо, рассматривает этот банк, что отступать уже некуда. Он действительно под санкциями, он исключен из СМИФТа. Он открыл свои отделения в Херсонской области, он открыл свои отделения в Запорожской области, в Мелитополе. Это банковская структура, которая обесвечивает связь с Российской Федерацией. Иные операции оно выполнять не может. Накануне вторжения на территорию Украины российской армии сенатор Рябухин, первый зампред бюджетного комитета Совета Федерации, говорил, что восстановление инфраструктуры Донбасса потребует около полутора триллионов рублей. Но учитывая испепеленный Мариуполь, уничтоженную инфраструктуру Луганской области и части Донецкой, эта цифра может вырасти до нескольких триллионов. Ресурсы фонда будущих поколений, ресурсы золотовалютные, ресурсы, которые находятся за пределами России, они сейчас заморожены, они сейчас арестованы и решается вопрос об их конфискации. Поэтому реальных ресурсов нет. Физически перевозить туда, скажем, кирпичи, цемент и арматуру со строек, которые сейчас не завершены на территории России, то есть их остановить и везти это на Донбасс, я не уверен, что это будет делаться. Заявка на Всероссийскую кампанию по восстановлению оккупированных районов была озвучена спустя три месяца после начала Большой войны. Деньги на это решили брать из местных бюджетов. Губернаторов и мэров обязали взять шефство над городами Донбасса. Мэру Москвы Сергея Собянину довелось взять под свое крыло Луганск, а главе правительства Санкт-Петербурга Александру Беглову – Мариуполь. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев объявил о шефстве над Дебальцево Донецкой области. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписала соглашение о сотрудничестве между Югрой и Макеевкой, а Чувашия планирует помогать восстанавливать донецкие заводы. Это неизвестные величины, это политическое решение, которое будет приниматься в Кремле. В Кремле почти, я не знаю, 80-90% всех регионов России, они же дотационные, то есть живут на дотации из центра. Ну, центр забирает налоги, потом их перераспределяет. И там, конечно, нежирно живется. Всего города Донбасса навязали 20 регионам России. И неспроста схема такова. Курирует процесс первый заместитель администрации Путина Сергей Кириенко, которого кулуарно называют вице-королем Донбасса. Федеральный бюджет, он более заметен, он более анализируем. И если это прописать строкой в федеральном бюджете, то здесь будет сразу видна сумма, сразу реалистичность этих сумм, сразу станет понятна за счет уменьшения, каких статей это будет происходить. А вторая составляющая, ну, ты как бы повесить ответственность на области. И даже если такой процесс начнется, ну, это будет очень болезненно воспринято гражданами, которые проживают в Российской Федерации. Но ведь российские так называемые регионы-спасители сами нуждаются в восстановлении, о чем хорошо знают сами россияне, которые годами живут в аварийном жилье, ездят по разбитым дорогам, учатся и лечатся, в зданиях без горячей воды, канализации и отопления. Только у 26% россиян не было проблем с ЖКХ в 2021 году, следует из опроса РАМИР. Жители регионов, власти которых будут восстанавливать Донбасс, не очень рады перераспределению средств. Вот некоторые из комментариев местных жителей под постом губернатора Ставрополья о восстановлении больницы в городе Антрацит Луганской области. Очень хорошо, что помогаете. А как насчет третьей больницы города Ставрополя? Не хотите хотя бы клопов потравить? Молодцы, но для начала наладили бы работу нашей медицины, особенно в поликлиниках, где как не придешь, талонов нет, а если есть, то через месяц на прием. Молодцы, что помогаете. А своих можно просто игнорировать. Строили фаб на хуторе Ташла и бросили, толком не начав. Зато в полуметре от дороги оставили глубокий ров с торчащей арматурой. Я к вам уже обращалась, но в ответ тишина. Как можно это расценивать, если не оставление в опасности? Донбасс собираются отстраивать в ущерб, например, строительству и ремонту автомобильных дорог. В мае 2022 отменили тендер на реконструкцию федеральной автодороги Р-504 «Колыма», на которую было выделено 5,3 миллиарда рублей. А в июне заморозили ремонт трассы Байкал. Это минус еще 6,6 миллиардов рублей. Я могу привести пример с тем же Крымом, который был аннексирован достаточно бескровно, без разрушений. Но, тем не менее, до сих пор, сколько уже там прошло, 7-8 лет, и до сих пор по федеральному бюджету ощущается, что если бы не аннексия, если бы не ресурсы на Крым, то, наверное, федеральному бюджету было бы легче. В России уже выступили с инициативой использовать на Донбассе принудительный труд украинских военнопленных, по примеру, послевоенного восстановления СССР. Подобные идеи озвучило и так называемое Министерство юстиции ДНР. В партии «Единая Россия» не забывают и о другой советской практике – студенческих стройотрядах, которые планируют бросить на восстановление донбасской инфраструктуры. Такая работа должна засчитываться как учебная, ознакомительная и производственная практика, сообщает официальный сайт партии. Сейчас идет возвращение полным ходом в такой сталинско-советский строй в России. И тогда все возможно. Будет зажимать уровень жизни в России. И поэтому эффект будет, что касается реальной экономики, будет похожим. Подобные планы свидетельствуют о том, что Кремль рассматривает Донбасс как часть России – следующий объект для аннексии. А российская бюрократия воспринимает регион как место, где можно легко сделать патриотическую карьеру. И с учетом коррупционных традиций быстро обогатиться за счет щедрых программ и дотаций, выделяемых из бюджета на Донбасс. Делитесь этим видео с друзьями, чтобы донести правду и подписывайтесь на новости Донбасса, чтобы не пропустить важное. Продолжение следует...